Добрый день, дорогие друзья! Епископ Альберт Раткин Сегодня я посвятил целый день для того, чтобы посетить все партии города Калуги Первые в ЛДПР мы сегодня К сожалению, с руководством встретиться не удалось по причине ковида и то, что нет руководителя партии регионального отделения Извините, пожалуйста Но я передал наше письмо, наше послание Мы просим всех людей доброй воли, тем более партии которые представлены на нашей Калужской земле, чтобы вступились, помогли как-то узнали о ситуации с церковью в Калуге, которая длится уже, напоминаю, 20 лет Мы не можем сдвинуться, мы попытались прийти в гору праву предложить законные способы регулирования всего, это, как называют юристы говорят, что можно спору уладить мировым соглашением, но, к сожалению нас не хотят слышать слушать и воспринимать Только что я был в партии Единая Россия приняли мое обращение я проинформировал о ситуации которая сложилась с церковью в Калуге вот, но меня сразу человек, который принимал все это предупредил, что скорее всего даже больше чем 100% ответ будет отрицательный потому что, вот видите там суды и все остальное я говорю, мы хотим чтобы хотя бы найти взаимопонимание с городскими властями потому что никто не хочет встречаться мы предлагаем мирное урегулирование ситуации вокруг храма кафедрального собора вот, но мы не знаем дойдет ли письмо до председателя партии Медведева, потому что тут видно, что Калужское наше отделение сразу хочет отказать нам и все я посетил сегодня обком Коммунистической партии Российской Федерации потому что в недавних заявлениях и в документах Геннадий Андреевич Зюганов выступая сказал, что тоже это часть партийной работы защищать права верующих на местах поэтому мы также обращаемся сегодня к партии КПРФ как бы это странно не звучало что многие годы казалось, что коммунисты гнали верующих но вот сегодня многое меняется в нашей стране дай бог, чтобы многое еще изменилось вот поэтому я принес наше обращение по ситуации с храмом в Калуге чтобы Компартия также обратила внимание мы предлагаем городу пойти на какие-то мирные соглашения достичь законным путем как это называется какое-то мировое соглашение заключить чтобы ну все-таки храм был вот но пока не находим понимания у городских властей областные власти тоже молчат вот поэтому мы передали сегодня наше обращение по ситуации в Калуге которое, как я напоминаю уже 20 лет не может разрешиться сегодня в Калуге очень жарко 34 градуса объехали все партии вот заехали в Яблоко но Яблоко сегодня не принимают закрытые двери и давно уже их не видели вот поэтому не получилось завести документы сегодня и наше обращение по ситуации в Калуге вокруг церкви слово жизни вокруг нашего кафедрального собора вот но мы направим им по почте попытался встретиться с главой местного самоуправления города Калуге Александром Георгиевичем Ивановым вот прием не ведется по причине вот этого карантина и самоизоляции как объяснили в приемной вот никого нет но он уже человек возрасте и по этой причине секретарь извинилась и сказала что к сожалению не может принять я отдал письмо в канцелярию сказали сейчас принесут и он вам перезвонит вот такая ситуация и я конечно понимаю что человек возрасте и конечно надо поберечь себя в это такое непростое для нашей страны время но все равно благодарен Богу за все как мне объяснили Александр Георгиевич это человек который больше как бы в ранге по власти чем городской голова он стоит как бы выше в этой властной иерархии вот поэтому захотелось с ним встретиться и объяснить всю ситуацию которая сложилась вокруг кафедрального собора храма Христа Спасителя в Калуге мэр отказал встречаться со мной но потом передумавший сказал давайте после коронавируса где-то в сентябре ну может быть через полтора месяца через полтора месяца у нас уже мы понимаем нам дали 5 дней судебные приставы и они будут пытаться закрыть нас закрыть храм для богослужения единственный в Калуге храм для поклонения протестантов вот такая ситуация поэтому мы хотим проинформировать вас у нас есть предложение мирного урегулирования этой ситуации которая конечно же ненормальна в демократическом государстве вот поэтому такие такие ситуации такие условия спасибо всем кто молится поддерживает нас благослови вас Господь как многие помнят уже можете посмотреть на видео на канале взгляд с небесной Юрий Иванович приходил на судебный процесс был в шоке от всего происходящего сказал что 20 лет он сам был просто шокирован этими вещами преследует общину не дают мы встречались до этого с Юрием Ивановичем и он посоветовал мне год назад когда мы обратились при президенте по правам человека в комитет или в комиссию по президенту по правам человека тогда пришло из Москвы бумага и я встречался с ним он попросил чтобы я ему рассказал встретился со мной я ему рассказал всю ситуацию он говорит послушай у нас молодой мэр встретиться с ним я ему позвоню я написал бумагу на встречу с мэром у нас был тогда мэр городской голова Разумовский к сожалению пришел через несколько недель отказ и причем даже не из администрации города не мэр подписал а просто пришел за подписи кого-то из юристов молодых девочек которые работают наверное на гору праву вот я тогда сказал Юрию Ивановичу я говорю вы посоветовали сказали что он встретится вы ему позвоните он отказался сегодня та же ситуация мы обратились к новому городскому главе и он тоже в разговоре со мной сказал давайте на сентябрь я не буду встречаться мы в судах с вами встречаемся хотя он на суды не ходит и не видит не встречается конечно вот но ситуация такая какая она есть мы довели до сведения всех кого только можно о ситуации в Калуге о том что происходит о том как городские власти сначала хотели снести храм но вот в судах не получилось теперь пытаются нас просто закрыть а верующим где собираться у нас ответа нет на этот вопрос у меня было хорошее предложение и всегда я выхожу с ним давайте заключим мирное соглашение давайте найдем точки соприкосновения до суда мы можем урегулировать это это законный способ но наши инициативы не находят никакой поддержки нигде поэтому спасибо всем благослови всех Господь Аминь спасибо спасибо Продолжение следует...